Алло, Ирина. Здравствуйте, я ищу Ирину Николаевну. Да, мы позвонили ей. А это Геннадий Владимирович? Да. Вас беспокоит оперативный дежурный Запрелов Илья Леонидович из Комитета гражданской безопасности. И наши коллеги передали нам оперативную информацию о том, что вы звонили сообщением о том, что хотите убить Тихановскую. И уточняли, какую ответственность будете нести за это. Я не хочу не убивать, вы что? Ну вот было такое сообщение в милицию. Да нет. Не было такого с этого номера? Нет, нет, нет. С этого номера точно не было этого сообщения. С номера Ходорова? Нет, блядь. Я ее ненавижу, это конечно, да. Но я такое не говорю. Я никого убивать не собираю. Вот сообщили, что хочет убить Тихановскую. Уточнял, какую ответственность будет нести. Адрес отказался сообщать. Так было такое? Не было, нет. Не было такое. Но вы не любите Тихановскую? Я очень ее не люблю. А почему? Но убивать я ее не собираюсь. Почему? Да. Почему? Вопрос такой риторический. Потому что она меня, Тихановская ваша, да? Или как она? Наша, да? Их. Гражданка Белоруссии. Ихня. Рассорила меня с кучей друзей. С родственниками рассорила. С бывшими друзьями. С одноклассниками бывшими, которыми я в школе учился. Рассорила. И вы хотите, чтобы я ей жопу лизал или что? А как она лично рассорила? Товарищи из КГБ. Я вас слушаю. Как? Да. Как рассорила? Ну, одни начали за нее голосовать. А я голосую не за нее. Понимаете? А за кого? А это уже, наверное, тайна. Правильно? Нет, но... Я за Лукашенко голосую. Отлично. Все правильно. Не отлично. Я делаю это лично. И безгранично. Это мой выбор. Это мой президент. Вы представились мне? Да-да. Илья Леонидович Заприлов. Знаете что, уважаемый? Да. Если вы мне звоните меня поймать... Так, если вы хотите, я ее забью. Потому что, блядь, вот эта вот скотина... Нет, я убиваю. Я телес, никакие повреждения не собираюсь наносить этой розанке Тихановской. Но у меня разыгралось полсемьи, блядь, с помощью ее. Спасибо ей. Алло. Геннадий Владимирович прервалась. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья Леонидович Слава. Против? Да. Я против Тихановской ничего лично не имею. Я не хочу, чтобы нас рассоривали. Рассоривали наши семьи, разбиваются. Понимаете? Скажите, пожалуйста, а Ирина Николаевна ваша супруга? Да. А что с ней? Где она? Все хорошо. В Минске работает, на работе. А почему ее телефон у вас? Нет, не телефон ее у меня, а на нее... То есть, сим-карта ее оформлена, просто мой телефон, а на нее сим-карту мы тогда купили. А в чем проблема? А вы бы могли к нам председать показания, пожалуйста, которые вы имеете на Тихановскую? Какие показания? Что я... Ну, то, что вы ее не любите, то, что Тихановская ссорит ваших родственников с вами, и эти материалы лягут в новое уголовное дело против нее. Нет. Зачем? Ну, знаете... Она же имеет право, собственно, быть избранным президентом, да? За нее же не проголосовал никто, да? Ну, или там 8 процентов. На самом деле... Геннадий Владимирович, к сожалению... Да, это я. Да, к сожалению, за нее проголосовало большинство, но мы должны это тщательно скрывать. Серьезно? Да, это серьезно, и ни в коем случае никому не сообщайте об этом. Поэтому нам нужна ваша помощь... Вы мне сейчас правду, вот вы мне доносите правду? Да, нам нужна ваша помощь. Придите, пожалуйста, в наш центральный аппарат и дайте эти показания, чтобы мы смогли завести на нее новое уголовное дело. Стойте, а зачем тогда заводить уголовное дело, если она по правде выиграла голосование? Поймите, что выигрывает тот, кто сильнее, а не тот, кто по правде побеждает. Мы вам... Нет, вот сейчас, Владимир, вы сейчас не правы, как раз таки. Тогда какие я могу дать показания? Против нее я одни голосовал. Я голосовал за Лукашенко, да. Это правда. Дело в том, что меня, наверное, наебали в очередной раз, как у нас умеют. В каком смысле? Правильно? В каком смысле? Во всех смыслах, бля. Я голосовал за действующего президента. Так. Почему? Потому что я хотел мира и спокойствия. Но я не против, бля, европейских отношений наших, ну, Беларуси с Европой. Я не против, я наоборот, как раз таки за. У меня в Литве живет родственницы, живут в Питере, живут родственницы. Мы все созваниваемся, мы все общаемся. Я понимаю, кому-то где-то из них там где-то что-то грустно. Но я понимаю, что нам должно быть уже чуть получше. Но я голосовал за Лукашевского. Потому что, да, да. В этом году я выбрал его своим президентом. Ну... Не хотите, не хотите, но это правда. Да, мирного-то неба стало меньше куда после выборов? Я бы сказал, что его вообще не стало, мирного-то неба. Кто виноват в этом? Вы хотите меня на откровение потянуть? Тогда я скажу. Виноват Лукашенко. Так. На сегодняшний день виноват Александр Григорьевич. Потому что он немножко неправильно себя повел. Ну, если откровенно брать, то именно так. А как это исправить? Как? Ну, не Майданом. Не Майданом. Не Майданом. Ну, что? Надо... Что? Мое... Вот почему вас интересует мое мнение? Потому что мы не знаем, что делать. Мы тоже в отчаянии. Мы видим, что Александра Григорьевича надо спасать. Но он недоступен. Тот не подпускает близко к себе. Ну, да. Это я согласен. Значит, смотрите, что надо делать. Надо, чтобы он сам лично самоустранился. Так? Но сделав... Как в России сделал когда-то Ельцин. Он должен сделать себе замену. Но человек экономиста это минимум. Минимум. Экономист должен быть человек. И все. И тогда у нас выберут его. Все. Понимаешь? Хотя Тихановская, она... Ну, она... Она очень молодец. Она за мужа пошла. Во! Таких баб мало. Как она. Хотелось бы таких, конечно, к каждому по такой женке, блядь, выдать. С помощью государства. Теперь у нас с Тихановской большие проблемы. С ней встречаются все мировые лидеры. А с нашим Александром не хочет... Это не проблема, это не проблема, это радость. Это радость. Это радость, что она встречается со всеми. Но... Извините, я закрою. Давайте. Спасибо. Угу. Спасибо. Угу. Относиться к ней по-человечески могу. Она очень хорошая. Она очень такая, как сказать, коммуникабельная. Ну, в плане того, что она поехала по Европе. Это уже хорошо. Угу. А с другой стороны, как бы... Ну... Хрен его знает, что там дальше будет, блядь. Ну, на самом деле... А вы вот... Вы работаете... Какая у вас зарплата в КГБ? 3000 долларов. Серьезно? Да. Только никому не говорите, пожалуйста. Нас ругают за это. Не, ну... Кому я об этом скажу? Жене, например. Чьей? Своей. Тихановского. Ну, прям сейчас позвоню и скажу. Не. Ты тоже там, это, КГБ не переживай. Слушайте, вы... Мы заинтересованы в таких сотрудниках, как вы. Вы могли бы подойти анкету заполнить к нам? Зачем? Зачем я вам? Я старый, больной дед. У нас мало уравновешенных людей, которые могли бы так вот трезво размышлять о политике. Нет, конечно, ребята. Вы знаете, что мы очень все нервничаем сейчас, потому что не знаем, что делать. Ситуация уходит из-под ног. Слева Путин поджимает, справа Евросоюз, снизу Украина, сверху Прибалтика. Вы знаете, КГБ, что вы хотите? Сверхуете действующую власть? Мы хотим, чтобы было мирное небо над головой, чтобы Александр Григорьевич был вечный президент. Ну, вот уже я не согласен с вами тогда. Почему? Видите, наши дороги разошлись. Ну, думаю, что я не хочу, чтобы Лукашенко был вечный президент. А как по-другому может быть в Беларуси? Как-нибудь, ну, преемника, дать здорового, нормального мужика, молодого. Кого? Который... Ну, давай подумаем, давай почешем мозги. Кто сейчас может заменить Александра Григорьевича? Кого вы узнаете? Бывший миссис от культуры, почему бы и нет? А это кто? Почему бы и нет? Латушка. А-а-а. А почему бы и нет? Ну, Латушка враг, он в Польше. Это не вариант. А, он враг. Это кто его назвал врагом? Он не враг. Если его сам Лукашенко назначал министром культуры, это какой же он, нахрен, враг, а? Ну, ошибся немножко Лукашенко. Он, бывает, ошибается. Он уже не молодой человек. Поэтому... Когда он его назначал, это было, блядь, 15 лет назад. Тогда он был еще помоложе на 15 лет. Тогда он был предан системе. Сейчас он передумал. Латушка. Поэтому, хорошо. Ладно, не будем долго разговаривать. Хорошо. Нет, есть второй вариант у меня. Подожди. У меня есть второй вариант. Хорошо, вы знаете, у меня и имя, и осень. Я вам второй вариант скажу. Олег Гайдукевич. Хороший кандидат. Почему нет? Почему нет? Так он это очень... Вот вы мне скажите одно нет против его. Я, возможно, соглашусь. Он врет часто, врет. Врет, и у него плохая репутация у нас в органах. Ну, как раз таки он бывший сотрудник наш. Вот, вот. Ваш. Да. Да, мы про него все знаем. Он нам не подходит. Как президент, это точно. Хорошо. Куда я должен подъехать? Когда? То есть, это будет не сегодня, это будет завтра. Давайте лучше так. Вы сидите дома, мы сами приедем. Никуда не нужно идти. Заполните анкету, а далее уже сообщим, где и когда будем встречаться. Спасибо вам большое за вашу гражданскую позицию. А ваша какая позиция? Мне интересно. Наша позиция, чтобы Лукашенко был бессмертен. Знаете, я сейчас позвоню. Ваш номер у меня из Лондона сохранен. Я сейчас позвоню своим друзьям, которые в ГУБОПе, и спрошу у вас, кто вы такой, и почему вы мне звоните и задаете мне вот такие вопросы. Вы мою политическую и личную жизнь не имеете права вмешиваться. Правильно? Правильно по закону? Правильно? Да. Все правильно. Все правильно. Именно так. Но я с удовольствием сейчас позвоню в ГУБОП и сообщу о вашем звонке. Хорошо? Да, спасибо большое. Сообщайте. Будем на связи. И вам большое спасибо. Хорошего дня. До свидания. И вам хорошего дня.